Тебя ждали 20 минут, чтобы ты сказал, что я не поеду? Да я не готов ехать за эту цену. Я при чем здесь? Когда 5 тысяч берет, все хорошо? Ты здравомыслящий? Да, слушай, не надо нервничать. Если у тебя какие-то проблемы, у меня и свои проблемы. Давай мы сейчас оплатим сначала, а потом поедем. Смотри сюда. Да мы оплатим! Доброе утро. Доброе утро. Ох, блядь. Сколько там ценник, ребята? Я не помню, 2400 что ли? 2400. А? Добавил шоу что ли? Вроде как, да. Где написано? Детали. 2450, по-моему, 2443. Сейчас вопрос тебе будет. Мы тебя ждали 20 минут, чтобы ты сейчас сказал, что я не поеду? Смотри сюда. Мы тебя ждали 20 минут. Я понимаю, что ты... Стоп! Еще раз. Да. Вот сейчас смотри сюда, убери в сторону вообще, что ты там такси работаешь, а мы клиенты. Чисто человеческий момент. Мы тебя ждали 20 минут, чтобы ты сказал, что я не поеду. Смотри, ладно, за человеческое, ты заговорил. Сколько я заговорил? 3000. Сразу оплачу тебе, если за человеческое. Смотри сюда. Смотри сюда. Ты сейчас говоришь, через 20 минут, сколько там, я не поеду. Как? Слушай, ну ты по-человечески понимаешь, что это невыгодно просто. Это невыгодно реально за 20000. Ты работаешь здесь с такси. Бывает, как... Я не знаю, как она бывает. Ну, если ты не знаешь, как бывает... Я вызываю. Я вызываю такси. Он может стоить и 5000, и 3000, и 4000. Да я не готов ехать за эту цену. Я тебе, что, блядь, на туре, рабаты нашел? Или что я не готов? Я тебе приехал, говорю, братан, я не готов. Это для меня дешево. Я не готов, я не хочу. Я тебе же говорю еще раз. Смотри сюда. Дело не в этом. А в чем дело? Дело в том, что я тебя жду 20 минут. А ты у тебя не видишь? Да я не вижу даже, куда я еду, понял? Я приезжаю, нажимаю на месте, вижу, куда я еду. Потом, если я сейчас нажму поехали, с меня сразу снимут вот эти, сколько там, получается, 20%. Пятихатку еще заберут. За 1900-100 километров. У тебя есть машина? Ты здравомыслящий? Нет, есть машина, да. Ну, ты за полторашку поедешь 100 километров, братан? Работай. За полторашку поедешь в тачке, которая стоит 2 мульта, поедешь за полторашку. Нет, не поедешь. Я не знаю. Полторашка. Или двушка. Нажми отменить, оплачу 3000 и поехали. Что здесь? Дальше пообщаемся. Друзья мои, хотел бы порекомендовать вам наш с братом парк. У нас очень выгодные условия. Минимальная комиссия, всего лишь 1% заказов. Моментальные выплаты. Денежки ты сможешь выводить с таксометра. Не нужно качать никакие сторонние приложения. В любое для тебя удобное время. На любые карты. Помимо этого, у нас очень хорошая техподдержка, в которой принимает участие мой брат-близнец. Он более 5 лет уже проработал в такси, и он сможет тебе помочь. Высылайте документики по указанному номеру телефона. Мы вас быстренько подключим, и будем очень рады посотрудничать. Что значит, что отменить? Ну, я тебе покажу, что значит отменить. Не понимаешь? Вот народ, ебаный. Я, говорит, не поеду. Понятно, я не поеду, брат. Это дешево для меня. Это очень дешево. Детали отменить. А сейчас за то, что я отменю. У меня не спишут? Да нет, ничего тебе не спишут. Я же не нажал на месть. Хочешь, я отменю по правилам сервиса через некоторое время? Сам отмени. Тогда у тебя спишут. За что? А? За что? Ну, если я буду отменять. А если я отменю? Подожди, ладно. Вот это спишет, мы разницу... Отмени, мы разницу вычтем, если сейчас пишут. Отмени. Да ну нахер мне, я не хочу платить комиссию эту бешеную. Блин, ну это твоя работа. Я при чем здесь, блядь? Детали. Я при чем здесь? А когда пять тысяч берет, все хорошо? Понимаешь? Братан, вот кто... Я при чем здесь? Когда пять берет, твоя же работа. Почему я должен, блядь, не отменять заказ? Все равно отменить. После отмены заказа пишется 180 рублей. Ну все, переведешь получается в 280 рублей. Все равно отменить, нахер. Отмени. Не делал процент. Понимаешь? Где, ну, в Малине, Гарик остались, если бы там... Я же не говорю, когда, блядь, я еду и стоит, блядь, там, тысячу рублей вместо пятьсот. Я же плачу. Слушай, ну... Нет, я тебе игру, как она есть. Да как она есть, ты можешь не платить, это же тебе никто не заставляет. Ну, в смысле, ну написал кто-то там эту цифру, блядь. Почему я должен заказать это дело? Я-то ее плачу, мне надо ехать. Да ну это ты платишь, ну я не... Я для себя 20 минут. Смотри сюда, слушай, не надо нервничать. Если у тебя какие-то проблемы, у меня есть свои проблемы. Нет, брат, давай мы сейчас заплатим сначала поездку, и потом поедем. Да мы оплатим, все, мы уже договорились, я слово свое держу. Вот я тебе еще раз говорю, я тебя жду 20 минут. Да, согласен. И ты говоришь, я не поеду. Ты понял, я тебе за что говорю? Ты сейчас, ты сейчас стоишь здесь, а стоп, я тебе еще раз говорю. Ты стоишь здесь, а ты гость. Понял? Ты на моем месте. Ты ждешь 20 минут, человек приезжает и говорит, я не поеду. Ты понимаешь, о чем я тебе сейчас говорю? Да, он тебе же объясняет, почему он не поедет. Потому что его наебали, блядь, цену ему маленькую. Слушай сюда, я тебе еще раз говорю. Это неправильно. Если 5000, я поеду, а если 2500, я не поеду. Да я 20 минут, зачем тебя тогда ждал? Я понимаю тебя. Но это твоя работа. Сегодня 2500 стоит, а через 2 часа стоит 5. Когда 5, я же не жалуюсь, ебану, я еду, все равно. Так а я кому-то жалуюсь, или что? Да, ты его час мне жалуешься, потому что 200. Да нет, братан, я тебе говорю, давай оплатим поездку и поедем. Нихуя, короче, он все свое несет. Я ему, блядь, про Ивана, он мне про болвана, блядь. Понимаешь, я тебя о чем? Да я понимаю. Мне не важно эти 500 рублей, я тебе за челюстный момент, я не поеду, ты 20 минут, блядь. Так вот, вот ты человеческое проявил, говоришь, давай я тебя докину, и мы сошлись, все нормально, все, блядь. Нет, зачем ты на меня нападаешь, и я не поеду. Я тебе говорю, 20 минут, я тебя ждал. И ты говоришь, я не поеду, блядь. А если я не готов, у меня написано вот такая цифра, блядь, именно сегодня. Так я не готов ехать за такой цифрой. А зачем я тебя 20 минут ждал? Вот ты меня понимаешь, я тебе что сейчас говорю? Ты меня понимаешь? Так я тебе на будущее расскажу, там в Яндексе есть такая тема, понял, пацаны не знают, сколько это стоит, потому за благо время смотришь, там, блядь, лохав поймал, звонишь на Решкеша, там, блядь, копейки, вот эти вот, ты поедешь за ним. И это вот просто лайфхак, и все, и он говорит, да, я, ебать, мне меня устраивать, я еду, понял? Говорить или фон? 988. 2800, да, да. Это у меня Кирюха, Сергей Поле, понял? Уже года полтора тоже там стал таксовать. Я тоже таксовал когда-то, полгода. Я никогда так не делал, что я приезжаю, и мне не нравится, блядь, заказ, или он стоит, там, блядь, 100 рублей, я не поеду. Потому что у меня есть человеческое понимание, что человек меня ждал, я приехал, если я, коль, уже там работаю, я еду. Я ему не говорю, блядь, когда там в дождь, блядь, она стоит 350, а должна, блядь, стоить 150, понимаешь? Нет, не понимаю, потому что... А я понимаю, потому что у меня есть человеческое понимание. И вот я пример привожу, я не тебе сейчас вообще конкретно говорю, а просто говорю ситуацию. И вот он так раньше на воровайке работал, понял? Дэн, и пошел таксовать, работы нет сейчас. И он говорит, блядь, приезжай иногда вот так, как он сейчас, заказ, говорит, хуёвый, понял? Я хуякс, я, говорит, не поеду. Я говорю, а как же человек же тебя ждал, ему там на работу надо, понял? Утром вот сейчас он заказывает, ему, блядь, на работу, машина приедет через 7 минут. Он садится, рассчитывает, что понял, за 20 минут. Да ель ты ему на работу. Он как приезжает, говорит, а там маленькие деньги, я не поеду. Ну, ёпта мой, как ты не поедешь, мама, я на тебя же рассчитывал, я сейчас за что говорю, понимаешь? А ему похуй, вот он такой же, понимаешь? Да я говорю, а как человек же ждал, рассчитывал? Он говорит, да мне похуй. Такинь, Яндекс, человеком решили тебя выебать, короче, понял? А я не ведусь на эту хуйню, понял? Вот так вот, с этой стороны, я сейчас конкретно не, я знаешь, как тебе попрошу сейчас, просто, по-человечески. Вот, просто едем, я не хочу с тобой общаться больше об этом, понимаешь? Так, а вот ты продолжаешь говорить об этом. Я не с тобой сейчас говорю, я говорю ему. Слушай, ты мне предлагаешь, род, я тоже ему говорю, не с тобой, я повернулся к нему. А, а, даже так? Да. Давайте закончим вопросом. Да, получается так. Я тоже, говорит, не с тобой, не бываю. Так я ему повернулся, это говорил, адресовал. Если ты не заметил. Да я даже замечать не хочу. Не замечай. Вот день, блядь, сегодня, да? Еще и мой день рождения, ебануться можно. С днем рождения, день. Спасибо. Что, проиграли, пацаны, или выиграли? Вышел нервный такой, проиграли, да? А что я нервный, я нормальный? Это мое нервное не должно сказываться на посторонних людей. Не должно так быть, в принципе. Если у меня нехорошо, это не должно сказаться на других, понимаешь? Так не должно быть. Я как понял, ты немного, ну, какой-то своеобразный тебе вообще, ну, короче, проехали. Кого слушать любите, пацаны, музыку? Майкл Джексон, есть? Как? Майкл Джексон. Ха-ха-ха-ха. Друзья мои, бывают такие поездки, которые далеко за город и совсем, не совсем по выгодной цене. Поэтому в этих случаях лучше либо отменить полностью поездку и не ехать туда, потому что если ты уверен на 100%, что обратно ты не вернешься с заказом, то лучше отказаться от этой поездки. Ну, либо поступить можно иначе, можно увеличить стоимость. И если клиента она устроит, тогда уже ехать.